Приветствую вас! Меня зовут Мейр Игнатьев. Сегодня я начинаю свою видеорубрику на YouTube-канале Малой Академии Наук Республики Сахаякутия, которая будет посвящена культуре и жизни нашего южного соседа, Китая. Название для своей рубрики я выбрал следующее. «Ново-нависимая синяка» в честь великого немецкого ученого Готфрида Вильгейма Лейбница, который выпускал журнал о Китае. Мы знаем Лейбница как советника императора Петра Великого и основоположника концепции России как великой научной державы. Сегодня, согласно лунному календарю, 12 февраля 2021 года отмечается Китайский Новый Год. Чунде, что можно перевести как «фестиваль весны». Это самый важный праздник для китайской культуры. И история ее появления описана в очень доброй китайской легенде, по которой ежегодно жители деревни подвергались чудовищной атаке одного чудовища по имени Нянь, что, кстати, в современном китайском можно перевести как «год». Так вот, это чудовище вылезало из моря и уничтожало и пожирало все на своем пути. Жители деревни, собравшись с семьей, прятались по домам, но в один миг они решили выйти. И для этого они оделись в костюм красного льва и потащили с собой кастрюлю в надежде испугнуть чудовище. И у них это получилось. И чудовище бесследно исчезло. Также с тех самых пор принято облачаться на праздник красной одежды, символизирующей сам праздник. Также красным закрашивают всевозможные элементы декора для праздника. Конверты, фонари, свитки удачи и прочее. Триумфом Нового года являются фейерверки, которые обязательно изгонят злых духов и принесут счастье в Новый год. Китайский Новый год отмечает долгождание окончания холодов и начало посевного сезона. Именно поэтому она также называется весенним фестивалем Чунде. В Китае дни рождения, фестивали и, конечно, сам Новый год отмечаются по лунному календарю. Лунный календарь отличается от Григорианского и имеет меняющийся из года в год годовой ритм. По этой причине Китайский Новый год отмечается в разные дни Григорианского календаря. В этом году Новый год начинается 12 февраля и празднуется он не один день, как принято у нас, а целых две недели. Это значит, что самый главный праздник китайской культуры является и самым длинным. Праздничный сезон подразумевает не только отдых и каникулы. В этот праздник люди наилучшим образом готовятся к только наступившему году, чтобы привлечь в себе и к своим близким как можно больше удачи. По правилам, за день до праздника необходимо провести генеральную уборку в жилом помещении, а также полностью умыться с целью прогнать прошлогодную грязь и неудачу и освободить место для новой удачи. Также можно выбросить ненужные вещи, обычно это бывает одежда. Крайне важно не совершать подобные уборки в день праздника и ближайшие дни после Нового года, иначе можно попрощаться вновь прибывшей удачи и счастья. Кстати, о самой дате 12.02.2021 считается одинаково в обе стороны и является палиндромом, что для китайцев тоже имеет значение. В китайский Новый год все члены семьи со всего мира собираются в родительском доме, чтобы вместе отпраздновать. В канун Нового года они вместе украшают дом, обмениваются красными конвертами с деньгами и, конечно, не ложатся спать до наступления Нового года. На юге Китая существует особенный обычай, что можно перевести из кантонского языка как проход по цветочной улице. Люди проходят со всей семьей по ароматным, украшенным цветами улицам с бесчисленным количеством уличных лавок, с праздничной едой, с самыми разными выступлениями и, конечно, лавками с символичными цветами. В первую неделю праздника принято навещать родных и друзей, чтобы вместе справить праздник. На последний 15-й день праздника проходит фестиваль фонарей, знаменующий собой окончание праздника. Как можно заметить, китайский Новый год невероятно обширен. Можно очень много попробовать, есть очень много, что можно отметить. А поздравить своих китайских друзей можно следующими фразами. Это пожелание перевернуть весь негатив обратно, чтобы встретить новый прекрасный мир. В данном пожелании иероглиф бык ньоу и глагол перевернуть ньоу произносятся абсолютно одинаково. Из этого получается такая игра слов. Ньоути чонг тянь. Это пожелание энергии ци быка, чтобы с такой мощной энергией можно было дотянуться хоть до самых небес.